Первый в открытом космосе. Там, где простор воистину не знает границ. Там, где вечный мрак, холод и излучение, способные убить в считанные секунды. Многое из того, что мы знаем о космосе сейчас, в середине 60-х, не было известно. Например, как поведет себя психика человека, оказавшегося в безвоздушном пространстве. Но в марте 1965-го Алексей Леонов все же пошел на риск и стал первым, кто почувствовал себя песчинкой гигантского мира, сделав шаг в холодную бесконечность. В том, что человек песчинка, Алексею Леонову пришлось убедиться еще в детстве. Ребенком он жил в небольшом селе Листвянка в Кемеровской области. Ему было всего два года, когда по сфабрикованному делу арестовали отца. В 1936 году, после конфликта с председателем, Архипа арестовали. Евдокия осталась одна с детьми. Было тяжело. И поэтому она приняла решение переехать к старшей дочери, которая в то время жила в Кемерово. В Кемерово жили в бараке, где в 16-метровой комнате разместилось 11 человек. У Алексея было штатное место, под кроватью. А в 39-м случилось чудо. Отца освободили. И Леоновым дали две комнаты. Жили они довольно бедно. И существует очень много свидетельств, в том числе самого Алексея Архиповича, о том, как им приходилось жить в это время, особенно когда он пошел в школу. Но он вспоминал о том, что первые дни у него не было вообще никакой обуви. То есть ему приходилось ходить босиком. Потом появились у него детские туфельки, почему-то женские, розового цвета, но из кожи. Но именно те тяжелые детские годы помогли сформироваться характеру будущего космонавта. А потом и реализовать мечту. Подняться высоко-высоко и увидеть всю землю. Хотя когда-то Леонов хотел стать художником. Способность к рисованию появилась у него еще в Кемеровской начальной школе. Тогда же он понял, как помочь тем, что умеет, своей семье. Картины писал на заказ и так называемые ковры. Вот это очень интересная тема, потому что, сами понимаете, в годы войны мало кто мог себе позволить ковер на стену. В основном белили известкой стены. И во многих домах появлялись такие картины на стенах. А после того, как Леонов в июле 1975 года совершил свой второй полет в космос, у жителей села Листвянка появился еще один серьезный повод относиться к своему земляку с большой любовью. Во многом, благодаря космонавту, село в буквальном смысле выстроили заново. Когда он полетел в космос, нас асфальтировали все дороги. У нас сделали полностью улицу советскую. Вот кирпичные дома двухквартирные, полностью. Это благодаря вот ему сделано. Из школы все. До этого мы жили, у нас дороги не было, грязь по колено была. Мы мир увидели. Правда, долгое время никто из близких и земляков Алексея Леонова не знал, что его легендарный выход в космос мог закончиться для него трагически. Тогда критический момент наступил во время возвращения на корабль. Скафандр «Беркут», оборудованный по последнему слову космической техники, раздулся во время работы, отчего Леонов не смог вернуться в шлюзовую камеру обычным путем. Он физически оказался шире люка. Ситуацию накалял близившийся к исходу кислород в системе жизнеобеспечения. В случае, если бы Леонов тогда растерялся, спасать его было бы некому. Таких тренировок у космонавтов не было. Он бы остался в космосе навсегда. Но раздувшийся скафандр не стал помехой. Алексей Архипович отработал, как учили. Сбросил давление, вошел в шлюз. Как на тренировках. И закрыл за собой люк. В итоге, его короткий выход в космос, длившийся всего 16 минут, дал огромное количество важной информации. Знания получили очень большие, что человек может работать в космическом пространстве. Об этом заявил прямо Беляев после того, как Леонов ему сказал об этом. И он увидел на экране монитора, там камеры стояли. Он увидел, что Леонов не растерялся, не потерял ориентацию, а нормально он доложил, что я выхожу и так далее. Больше Алексей Леонов в космос не выходил. Он посвятил себя еще более важной миссии – пилотируемому полету вокруг Луны, а затем и посадке на спутник Земли. Но из-за проблем со сверхтяжелой ракетой Н-1 миссия так и не состоялась. Космонавты, зная о неполадках, все равно подали письменное прошение о полете, но в Кремле не захотели жертвовать людьми. Второй и последний полет, длившийся почти 6 суток, Леонов совершил в 1975. После этого Алексей Архипович, дважды герой Советского Союза, занимался подготовкой космонавтов, а заодно вернулся к занятию, которым был очень увлечен в юности – живописи. Труб появляется красный цвет. Полярная звена. Две свои картины Леонов подарил Третьяковской галереи. Как и большинство его работ, они посвящены космосу – стихии, которые Алексей Архипович отдал всю свою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова